всем привет на связи артем ворон и канал корпорация счастья и сегодня у нас новый выпуск про нашего нового члена семьи самого маленького члена семьи той пуделя ричи нам сегодня шесть с половиной годика и конечно же эту дату надо зафиксировать что сказать итак на сегодняшний не хочет сниматься хочет играть на сегодняшний день иди ко мне на сегодняшний день он у нас 30 сантиметров в холке и весит 4 килограмма не знаю насколько это в норме той пуделя но вроде бы в норме и нам кажется что он больше растений будет о какой медведь да вот так то есть нам кажется что он таким уже останется больше расти не будет соответственно это самый настоящий той пудель ну вот у нас он сейчас только что не подстрижем вот посмотрите немножко подзарос мы ждем нашего грумера когда он приедет из отпуска и тогда пойдем стричься хотя бы этого мы уже стремись говорите разве можно ричард ты бесенок рич ну вот так немножко подзаросший он даже еще мягче и похож на медведя вот у него такая шерсть как вы знаете у той пуделя нет подшерстки поэтому он мерзнет это приравнивается к человеческому волосу ему на улице холодновато поэтому мы для него купили много разных одежек вот так да много разных одежек сейчас мы покажем вам и и да да ой молодец идти иди сюда да да вот он хочет играть и давайте расскажу в принципе как мы с ним играем вот он берет какую-нибудь свою игрушку и с ней убегает а я делаю вид что я пытаюсь его догнать ну конечно я ему поддаюсь я его не да не догоняем и он по всему дому шныряет довольно от меня убегает но когда его загоняю в угол в какой-нибудь уже и начинаю вот так игрушку тянуть не сильно тяну не отбираю чтобы поддаться ему и он как трактор такой-то рухтит да вот он когда захочет играть он берет какой-нибудь игрушку или тапок и подходит и на тебя прыгает что типа давай бег бегай за ним что насчет гуляния ну вот я уже сказал что сейчас начинается зима купили всякую одежку ну там еще возможно нужно покупать тапочки что у них ноги тоже будут мерзнуть ну этим у меня маруня занимается что нужно там или не нужно не знаю она купит вы скажите нужно ли для них какая-нибудь обувь но он у нас на улице не особо сильно гуляет выйдет сделает свои дела ну иногда разгуляется конечно но чаще всего бегать какие-нибудь другие большие собаки а у нас ричи ничего из себя не строит увидел какую-нибудь большую собаку которая еще и лает и он спокойненько сдаст позиции скажет все я домой поэтому мы с ним гуляем утром днем вечером но иногда это долго гуляем иногда выйдет сделает свои дела там кого-нибудь увидит или просто замерзнет и пойдем домой вот как вы наверное знаете той пудели это такая порода которая очень любит дружить очень любит людей и очень не любит одиночество поэтому если вы захотите заводить там породу вот такую породу которая очень дружелюбно то нужно на это иметь свободное время потому что одни они оставаться не любят и вот у нас когда домой последний когда из дома уходишь он сядет у двери ну чтобы его бедного не забыли такие глазки грустные сделает только меня не забудьте поэтому мы стараемся его одного дома не оставлять либо я остаюсь работать дома либо отвозим бабушки называем это место ясли ясли для ричи то есть когда некому посидеть и понимаем что долго не будет отвозим к бабушке вот оставляли одного там на несколько часов на полдня и потом как-то мне соседи сказали что-то он у вас тут ну все лает и скулит и я тогда поставил скрытую камеру посмотреть как он себя ведет когда он один и он почти бесперестанно скулит на каждый шорох мы на первом этаже живем на каждую проезжающую машину скулит и лает на каждый там кто в подъезде ходит скулит и лает он думает что это мы возвращаемся он думает что его забыли поэтому вот мы его стараемся не оставлять потому что жалко он постоянно скулит и даже например вот я его везу в ясли везу бабушки в машине он заберется тебе на сиденье и все сидит и скулит он понимает что сейчас его где-то оставит он очень не любит чтобы мы его где-то оставляли одного или с кем-то поэтому стараемся чтобы он всегда был с нами еще речи у нас такое следопыть что бывает крутые подъезда вот подходит не к нашему подъезду и по домой речи как это не наш приезд и речи это же не наш место ты домой хочешь домой речь речь домой двигаться не наш без потом где наш кушает он у нас все подряд и морковку там и фрукты и овощи и мясо и сухой им корм то есть еще у него разнообразная вот ну со стола стараемся не есть все ему отдельно маруня покупает и готовит к шести годам он уже самостоятельно выработал свой режим то есть он уже дома не какает он уже ждет и терпит когда его выведут на улицу иногда просит вот стоит у двери чтобы его вывели ли к тебе подходит тоже лапами прыгает вы видите меня то есть уже больше более поумнела собака а еще если мы потакали то берем пакет и убираем в улице наши дела так слабонервным не смотри есть и полгода это то время когда вроде как надо ее дрессировать ну вот у нас в городе один дрессировщик не знаю проведем мы к нему нет потому что мы ему когда сказали что у нас твой пудель он так посмотрел типа ну блин не хочу такой маленькой собакой связываться но на самом деле говорят что той пудель это умная собака там пуделя вообще это умные собаки цирковые поэтому не знаю ну как минимум пока он у нас когда ему даешь какую-нибудь вкусняшку он садится без проблем то есть команду сидеть он знает но эту команду наверно все собаки знают а дрессировка больше нужно чтобы вот он слушался там речи подойди ко мне речи и иди рядом там и так далее в частности когда вы находитесь как в каком-то общественном месте или на улице или чтобы например он лишний раз на кого не лаял а то бывает там облаят кого-нибудь хотя в целом он даже ко всем незнакомым подбегает прыгает сразу ложится чтобы его гладили то есть в принципе он у нас со всеми дружелюбны но иногда и знаете я был и облайд тоже надо надо это так сказать высвободить свои связки буквально вчера у наших друзей появился маленький щенок девочка не помню как порода называется так что возможно у речи будет подруга не знаю подружиться ли они будут ли вместе дружить или нет посмотрим поэтому подписывайтесь на канал чтобы оставаться с нами следить за речи за его жизнью и смотреть как он подружится с новой подругой все всем всего доброго всем пока